Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главном. Водная завеса и срочная эвакуация. В посёлке Уташ воспитанников детского сада спасали от утечки хлора из водозабора. Так проходили плановые учения анапских спасателей. Опасные сети. Как обезопасить детей от информационной атаки в интернете? Свои инициативы предлагают анапские учебные заведения. Профилактика пожаров. Сотрудники анапского пожнадзора учат селян техники безопасности во время разведения костров. К решению проблемы избыточных грунтовых и ливневых вод в селе Супсех подключили проектно-изыскательный институт «Кубаньводпроект». Поручение обратиться к специалистам-проектировщикам дал глава Анапы. На днях он побывал в Супсехе и осмотрел место сбора воды – искусственный водоём. Проектировщики обследовали территорию и подготовили заключение на имя Сергея Сергеева. Горные ландшафты, живописные пейзажи, визитная карточка села Супсех. В то же время рельеф нередко становится причиной опасных природных явлений. Сергей Сергеев вместе с сельским главой прошёл по улицам, по которым во время сильных дождей сходят большие потоки воды. Избыток воды принимает искусственный пруд, расположенный на днище балки в районе улицы Жолоба. Он является защитным сооружением от паводка, но его состояние требует реконструкции. Придорожные кюветы и водопропускные трубы – временная мера. Кардинальное решение должно быть взвешенным. Его можно принять только на основе проекта, уверен глава Анапы. Есть возможность его осушить и, начиная от родников в том месте, где люди идут, прокопать и эти родники забрать в траншеи. Вот это само болото трогать не надо. А прокопать ты правильно говоришь. Вот посмотреть, откуда вода поступает. Даже пусть оно через озеро идёт. Оно что нам, мешает что ли? Да, не мешает. Нет, только здесь найти самую низкую точку и сделать инженерное сооружение. Не в таком виде, а забетонировать слив, чтобы он постоянно регулировал уровень воды. Чтобы он был небольшой здесь. Не было угрозы, чтобы домам, которые внизу. Но здесь надо проектное решение. Обязательно. По поручению Сергея Сергеева к изучению вопроса подключили проектно-изыскательский институт «Кубаньводпроект». Было определено, что решение о ликвидации этого водоёма преждевременно. Так как этот водоём на сегодняшний день служит буферным каскадом для приёма ливневых стоков. А те стоки, которые образуются в качестве родников, они проходят транзитом через него. Поэтому, чтобы принять окончательное решение, они предлагают провести изыскательские работы. Но уже сейчас понятно, что при реконструкции этого водоёма мы как минимум решим уже одну проблему из тех двух проблем, которые есть от этого водоёма. Это уберутся сточные воды, которые у нас образуются по улице Жолоба в субцехе. Предварительное заключение специалистов представлено главе города. В ближайшее время будет принято решение о начале проекта изыскательских работ. Сельская администрация принимает меры, чтобы минимизировать негативные последствия избыточных ливневых вод. Работы по расчистке ливневых каналов ведутся на улицах Сельская, Казачья, Толстого. В пятницу запланировано прочистить водосбросную трубу на улице Терешковой. И к другим темам. В посёлке Уташ провели учебную эвакуацию воспитанников детского сада. По легенде, на станции водоподготовки в районе села Джигинка произошла утечка хлора. Туда также выезжали пожарные и спасатели. Так, началось утро в детском саду Василёк. Всё по часам. Задача пожарных – прибыть до того момента, когда условное облако хлора дойдёт до посёлка Уташ. И установить водную завесу, чтобы газ оседал в виде соляной кислоты, которая уже не токсична. За выигранное время воспитатели собирают две группы. Вместе около 50 детей и провожают их в автобусы. Как говорят в детском саду, родители предупредили – детей подготовили. Лучше быть готовыми к чему-то худшему, а хорошее придёт само. В прошлом году не было в таком масштабе. Не дождались дядю МЧСовца, которого мы им обещали. Вот они очень расстроились. В этом году старшая группа особенно, они очень довольны, очень рады. И, в общем-то, и дети ведут себя хорошо. Ну, как бы, для них это игра, и в то же время они понимают всю серьёзность обстановки. Тем временем основные силы устанавливали водную завесу в районе водозабора. Оказывали помощь пострадавшему персоналу, которые первые ликвидировали утечку. В штабе отметили, что все действия были выполнены в расчётное время. Понравилась работа по детскому саду. Больше времени у нас заняло это именно подход техники до начала постановки завесы. С начала постановки завесы, ну, надо будет отметить потом по управлению образования, но это мы сделаем. Детишки были подготовлены, персонал подготовлен, марлевые повязки есть. На случай, если вдруг прекратилась бы водяная завеса, органы защищались, дисциплинированно в автобусы садились, автобусы подошли, подняли. Паники никакой не было, нигде ничего. Поэтому персонал подготовлен. Считаем, что на 55 ребятишек 15 человек, личного состава взрослого, вполне нормативы хорошие. Водозабор – один из жизненно необходимых городу объектов, вместе с тем требующий повышенного внимания. О результатах учений сообщат в управлении Ростехнадзора по Южному федеральному округу. Не забудьте отчитаться. Все предприятия, предоставляющие услуги гостиниц и занимающиеся туристской деятельностью, должны своевременно предоставить в орган государственной статистики отчетность за 2016 год по формам федерального статистического наблюдения в сведении о деятельности коллективного средства размещения до 1 апреля и до 15 апреля в сведении о деятельности туристской фирмы. За нарушение сроков представления информации предусмотрены штрафы. Подробности уточняйте по телефонам анапского подразделения органа госстатистики. В Анапу пришла научная весна. Студенты со всех филиалов вузов города-курорта выступили с докладами в рамках Всероссийской студенческой научно-практической конференции, которая состоялась в анапском филиале МПГУ. В частности, речь шла о том, как избегать конфликтных ситуаций, о том, как молодежь может влиять на законодательный процесс. Всего шесть секций по разным направлениям. Более 120 участников собрались, чтобы представить свои работы на суд жюри. Дарья Торопова затронула проблему решения конфликтов вежливого общения. Тема даже стала опорной для написания дипломной работы. Во избежание этих конфликтов, на наш взгляд, очень актуальной является тема использования эффективной стратегии вежливости, которые помогли бы нам избежать конфликтов. Дарья провела опрос среди сверстников. Оказалось, что далеко не все знают, как можно общаться, чтобы лишний раз не вызывать раздражение у собеседника. И готовы этому учить. Для этого в русском языке есть вполне определенные выражения. Такие как «не хотели бы вы» звучит как предложение, а не как руководство к действию. Цель этой конференции, конечно же, прежде всего привлечь внимание к научной работе, задействовать студентов, вовлекать их в научно-теоргическую деятельность, ну и, может быть, более подробно рассмотреть какие-то прикладные проблемы, которые стоят перед нашим регионом, перед страной, перед обществом в целом. Студенты, они, как правило, всегда развиваются и саморазвиваются через науку. И для того, чтобы они представили свои материалы и могли как-то показать свои навыки в работе, они представляют их именно на научно-практической конференции, тем самым они развиваются. Сама Ксения провела исследование о том, знает ли молодежь о своих возможностях влиять на законотворческую деятельность в крае или даже в стране. Помимо этого, были темы о совершенствовании системы образования, семейных ценностях, развитии курортного бизнеса, в том числе с использованием высоких технологий. Работы оценит жюри. С лучшими из них авторы смогут выступать на краевом и федеральном уровне. А в Анапском сельскохозяйственном техникуме за круглым столом студенты и преподаватели обсудили проблемы информационного экстремизма и экстремизма в социальных сетях. 12 докладчиков выступили с предложениями о том, как можно пресечь деятельность групп смерти и обезопасить себя и своих близких от нежелательной информации. В мероприятии приняли участие студенты из Анапского филиала МПГУ, сельскохозяйственного и индустриального техникумов, а также других профессиональных и высших учебных заведений. Главной чертой современного общества является широкое внедрение информационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека. Наталья Николаевна, учитель информатики, у самой две дочери, младшей 15 лет. Она отмечает, что зависимость от смартфонов и компьютеров уже вошла у людей в привычку, но подростки находятся в зоне риска, потому что моментально впитывают любую информацию, способны быстро увлекаться, а хобби могут оказаться небезопасными. Например, речь о так называемых группах смерти, где молодых людей последовательно и со знанием дела подводят к мыслям о самоубийстве. Я считаю, что до детей эту информацию доносить крайне важно. И если мы сейчас это не остановим, то что дальше будет, это даже трудно подумать, потому что уже это перешло точку невозврата, дети уже погружены настолько. Решением проблемы могут стать фильтры в доме и школе, ограничение доступа к опасным сайтам, сокращение времени пребывания в социальных сетях. Хотя полностью огородить ребенка от нежелательной информации вряд ли получится. Сейчас повсюду можно найти точки раздачи беспроводного интернета. В рамках индивидуального проекта в том же сельскохозяйственном техникуме провели анонимный опрос. Больше половины рассказали, что пользуются интернетом более пяти часов в день. Лишь 12% студентов ищут информацию в учебных целях. Банально нужно быть внимательней в интернете, в социальных сетях, нужно быть внимательней, присматриваться к тому, кто тебе кидает заявку в друзья. Данная тема, это сейчас очень актуально. В группах везде у нас идет информационное неспокойствие. Поэтому мы здесь сегодня собрались, чтобы найти пути, средства решения данной проблемы. Речь идет не только о группах смерти. В сети можно встретить агитаторов различных экстремистских организаций, торговцев наркотиками, зазывал в виртуальное казино. Круглый стол не ограничится простым обсуждением. Лучшие предложения войдут в резолюцию. Ее отправят в городское управление по делам молодежи. Ежегодно с наступлением весеннего периода увеличивается число пожаров, в том числе и ландшафтных. Особенно актуальна эта проблема в сельских округах. Собранный мусор, спиленные сухие ветки жители обычно сжигают в собственных подворьях, зачастую нарушая правила техники безопасности. Только за три месяца этого года зафиксировано более 80 возгораний по вине человеческого фактора. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций сотрудники пожарного надзора проводят с селянами профилактическую разъяснительную работу. Согласно статистике, Первомайский сельский округ в числе благополучных по противопожарной безопасности. Этого удалось достичь благодаря совместному сотрудничеству специалистов пожарного надзора и местных жителей. В профилактических мероприятиях принимают участие не только сотрудники местной администрации, но и обычные жители, которым не безразлична судьба родного округа. Об этом говорить надо, потому что весна, каждый хочет возле своего дома навести порядок. И порой, когда люди не знают, они просто этот мусор сжигают. Бросили и пошли. Поэтому, ну вот и мы по своей работе всем объясняем, что этого делать нельзя. А если это делать во дворе, то надо, чтобы водичка рядом была, чтобы погасить. Пожилые люди к этому относятся ответственнее, чем молодежь. Это правда. Потому что с ними вот беседу проведешь, и они знают, что не дай бог загорится, пока пожарная приедет, то может быть уже и поздно. Жителям регулярно вручаются памятки с правилами безопасности при обращении с огнем. Они просты. Не разводить костры в ветреную погоду, сжигать мусор только в железной емкости, имея подругой запас воды. Пренебрежение нормами безопасности, как правило, приводит к происшествиям. На сегодняшний день уже произошло 51 загорание сухой травы и мусора. Из них, значит, только в населенных пунктах произошло около 40 загораний. То есть, большее количество загораний мусора, сухорастительности у нас происходит на территории сельских округов, хуторов, поселков. В частности, вблизи домовладений, либо на границах домовладений, земельными участками, заброшенными, где прорастает сухая растительность. Специальная комиссия регулярно посещает сельские округа и держит ситуацию на контроле. В Порнадзоре отмечают, что большинство пожаров в сельской местности случаются из-за нарушения правил сжигания травы и мусора. Штраф в 1500 рублей – это максимальное наказание для физического лица. Но цена такой беспечности может обернуться и невосполнимыми потерями. В Анапе стартовал открытый лично командный чемпионат и первенство Краснодарского края по велосипедному спорту. В нем принимает участие 12 команд со всей Кубани. Первый заезд – это трековая программа 2 по 200 метров схода. Гонка проходила по маршруту от улицы Чехова по Мирной до улицы Народная. Всего за победу соревнуются свыше 100 юношей и девушек от 13 до 16 лет и юниоры. Следующий заезд по этому маршруту состоится 30 марта. Это будет трехкилометровая гонка-преследование. И 31 марта юные спортсмены поборются в гонке с выбыванием на 3 километра. Традиционными лидерами соревнований считаются спортсмены из Белореченского и Абширонского районов. Удержат ли они лидерство и в этот раз станет ясно по окончании всех гонок. Анапчаны и гостей курорта приглашают отметить Международный день спорта по спортивному. 30 марта в 10 часов состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие. Будут проведены забеги для взрослых и детей. В них примут участие воспитанники спортивных школ курорта, городская и сельская молодежь. Принять участие смогут все желающие. Забеги стартуют от площади перед зданием администрации по улице Горького до Театральной площади, оттуда по набережной до Центрального пляжа. И завершится забег в стартовой точке. Общая протяженность маршрута составит чуть более 1 километра. После пробежки ожидается церемония награждения победителей. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19.